Приветствую всех, уважаемые леди и джентльмены, на ваших экранах UFC 3, и я хочу показать вам бой моей шоколадки, моего черныша, Фрэнсис Ангану против Чейла Сонана, того самого Чейла Сонана, который когда-то сражался со всем известным последним императором Фёдором Емельяненко. Этот бой проходит у нас в виртуальной вселенной UFC 3, где какой-то игрок с бескрайних просторов интернета управляет Чейлом Сонаном. Это белые шорты, белый мужик. Ну, я управляю человеком, сделанным из чистого молочного шоколада, Фрэнсисом Ангану. И сейчас Чейл Сонан, как вы видите, пытается бить меня хайкиками, лоукиками, пытается отсадить мне ноги и отбить голову. Но я делаю то, что делал всегда в этой игре с игроками, которые пытались меня мутузить. Я просто брал и бил их, обнастил ринга или октагона, наверное, правильно всё-таки будет сказать. Ну, мы видим, что плюс у меня есть в росте длине ног и длине рук. Чейл Сонан не может похвастаться этим. Да и весит он меньше, чем Ангану. Я не успел глянуть в начальную таблицу, но вот сейчас он, конечно, летает капитальнейшим образом, как космонавт. Потому что Ангану физически просто сильнее и, мне кажется, всё-таки Ангану тяжелее. По крайней мере, внешне это выглядит так. И Чейл Сонан, он уже изначально, можно сказать, проиграл. Хоть пусть у него такая же неумелая техника, как и у меня, как я повторял, повторяю и буду повторять. Я не умею играть в эту игру, потому что, во-первых, я не умею делать захваты, если нахожусь в портере на полу. Не умею делать захваты в клинче. И вот, например, самое простое, что умеют все игроки в этой игре, это делать тайский захват и коленями вырубать в подбородок. Вот я этого делать не умею. Хотя навык такой у моего персонажа имеется. Именно делать захваты и вырубать коленями в подбородок. Единственное, чему я научился, это брать врага, поднимать его и бросать на стил. Все, больше я ничего не умею. Вот сейчас Нгану поплыл. Пока я вам рассказывал тут истории, Черныш нас немножечко поплыл. Опа, опа, вот еще. Хлобысь. Вот это я люблю, ребята. Это мое, это моя тема. Поднимать и бросать. Если попадется игрок, который не умеет сбрасывать захваты вот эти, все, он может писать письма мелким почерком, в которых должен сказать, что он проиграл. Потому что я просто-напросто сбиваю ему дыхание. Обратите внимание, в левом верхнем углу показана, скажем так, степень усталости моего врага. И в правом верхнем углу степень усталости нашей молочной шоколадки. И вы видите, что желтая полоска усталости у Чейла Сонана, она намного меньше, ну, не намного ощутимо меньше, чем у нашего шоколадного зайца. Он хорошо защищается от хайкиков, он чувствует дистанцию этот игрок, он молодец, он видит, как я бью, куда я бью. Ну, кроме корпуса. И он, более того, более того, помимо отличной защиты, он попадает. И если бы не чугунная голова нашего шоколадного зайца попрыгается, то, конечно же, мы уже с вами давным-давно лежали бы. Ух ты, какую лепеху пропустил. Чейл Сонан какой хайкик пропустил. Блин, вот вроде и читал меня он, но что-то сейчас, наверное, уже подустал маленько. Сейчас я ему отбиваю корпус. Просто отбиваю корпус. Конечно, самому приходится пропускать в голову, но корпус я его отбиваю. Ух ты, и в голову как хорошо попал оверхендами. Не ожидал Сонан, не ожидал, смотрите-ка. Вот так вот может быть, ребятки, вот так вот. Сонан уже отходит, все. Игрок, который им управляет, уходит чисто в оборону. Он понимает, что дыхалочки у него уже не хватит помахаться в ближнем бою, в размене. А в размене проигрывает мой Кинг-Конг. Несмотря на то, что он крупнее, но почему-то удар поставлен лучше у Сонана, как я понял, по игре. Да и, наверное, может быть и в жизни. Наш Нагану просто такой физически сильный негритос. Вот все, что я могу сказать о нем. Часто он попадал Сонану в голову, но только лишь доставал его именно вот этими бомбическими ядерными оверхендами. Обычными ударами он его достать не мог. А Сонан вроде как даже простыми боковыми умудрился потрясти голову нашего шоколадки. Но вот видите, реабилитировался Сонан, и если бы не дыхалка, если бы не те броски, которые я делал, если бы не его убитый наглухо корпус, из-за которого у него избилось дыхание, если бы не вот это вот, вот то, что я сейчас делаю, то Сонан в принципе мог бы в этом бою оказать достойное сопротивление. И может быть даже он мог бы и выиграть. Все, готов. Ох ты! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Ой-ёй-ёй! Мамма миа! Санта-Лючия! Ой, звоните в скорую, человеку плохо! Капец! Это трындец, просто уничтожил. Просто как на скотобойне свинью взял и размолол в кашу. Ужас, ребята, ужас какой. Все, надо в милицию звонить и сдавать этого гориллу в милицию шоколадного. Это ж невозможно просто. Все, заявление на него пишем, потому что такое с людьми делать нельзя. Ну, вот такой вот бой, ребятки, получился. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Если не понравилось, то разгонитесь и... Ладно, не буду говорить. Если не понравилось, просто ничего не ставьте. По-братски. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео с шоколадным зайцем. И по другим играм, и различные философские размышления, истории, видео про животных. Все у нас имеется. Ну, а я вам говорю, до новых встреч, ребятки. Пока! Продолжение следует... ...вы... ...как out... ...Francis the Predator... ...Inganu! Ну, и все, the Predator, Francis Ngannou, gets the job done yet again. And no surprise, with some style points to go with the win. Absolutely remarkable what this Cameroonian Frenchman has accomplished thus far. And if the best is still yet to come, the fellow heavyweight contenders might want to start ducking this guy. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... ... ... Продолжение следует... ...